Мы продолжаем с вами наше обучение финансовым принципам и тому, как Писание учит нас относиться к материальной части, к материальной составляющей нашей с вами жизни. И мы говорили о том, что для Господа очень важно научить нас правильно относиться к материальным благам. Почему? Потому что прежде всего Он является Господином всего. Помните это. Если вы только это запомните, уже будет большим прорывом в вашей жизни. А ваше отношение к финансовой стороне. Бог — хозяин. Всему видимому, невидимому мы распоряжаемся. И наша ответственность — распоряжаться в соответствии с Его волей. На прошлом занятии мы с вами говорили о таком понятии, как довольство. Мы говорили о том, что современный мир как раз учит нас быть недовольным. Всё, что нам нужно — это всегда хотеть, хотеть, хотеть. Для того, чтобы соответствовать какому-то стандарту, какому-то представлению и так далее и тому подобное. Но мы понимаем, что на самом деле, если серьёзно, то нам нужно заботиться о том, что хочет Господь от нас. Какие стандарты Он нам ставит. И нам нужно в конце концов, в конце своей жизни дать отчёт перед Ним. Представьте, что вот где-то, вот когда-то, хотите вы или нет, но произойдёт такое событие. Вы приходите на ковёр. Ну, в прямом смысле, да? Ну, ковра, может, там и не будет, но тем не менее там будет тот, кто скажет. Дай отчёт в своём управлении. И надо будет не просто на словах сказать, а надо будет что-то говорить предметное. И это предметное, оно будет состоять, скорее всего, из цифр, из каких-то вещей. Ну, вы понимаете, что часто мы, думая о том событии, которое будет в будущем, о суде, да, или, ну, хоть и написано, что верующий, он не приходит на суд, потому что перешёл уже от жизни, от смерти в жизнь и так далее. Но тем не менее будет такой момент, когда верующие также будут находиться в присутствии Божьем, где Господь будет размышлять вместе с ними, или, скажем, оценивать качество того служения, которое у них было. Вы помните, что есть такое понятие в Писании, как венцы, например, определённые награды и определённое благословение от Господа. Мы не до конца понимаем, как это будет на самом деле происходить, но мы понимаем, что каким-то образом Бог будет почитать верных Ему людей. «Войди в радость Господина», да, то, что мы читали в притчах, которые говорил Иисус. То есть добрый раб, добрый распорядитель — это тот, кто получает определённое благословение от своего Господина, определённый, скажем так, определённый уровень доверия от своего Господина. И очень классно, если Бог будет радоваться. Нам нужно будет рассказывать, как и что мы делали с финансами, которые были нам доверены. И мы говорили о том, что довольство само по себе, оно достаточно относительное. Оно относительно представления, относительно общества, относительно наших с вами представлений о том, что такое богатство, что такое бедность и многих-многих факторов. Но, тем не менее, мы определили довольство, как определённое состояние внутреннего мира. И этот мир, он может зависеть не от суммы, не от состояния. Он может зависеть от осознания, от веры, того, что всё под Божьим контролем, и Бог заботится, и я должен быть благодарен за то, что есть. И быть довольным — это не значит быть страдающим. Увидьте эту разницу. Ты не страдаешь, когда ты доволен. Ты, наоборот, спокоен. Просто ты не привязан к цифре, просто ты не привязан к марке или какому-то качеству. И очень хорошо этому будет помогать наш с вами простой образ жизни. Конечно, глядя на многих из нас, мы понимаем, что проще уже некуда, потому что и так всё очень просто. Но, тем не менее, хорошо, когда мы отслеживаем эти вещи. И мы говорили о том, что одним из таких ключевых, одной из такой ключевой помощи, которая может быть важна для нас, это умение составить правильно бюджет, умение правильно распорядиться. Это то грамотное, что мы можем сделать. И я думаю, что на следующих занятиях мы будем с вами практически составлять бюджеты. Я хочу сказать, что я открыт после окончания этого курса консультировать людей, которые хотели бы практически вот именно в своей жизни наладить вот то, о чём мы говорим. То есть сесть и уделить вам время в цифрах, в советах и во всём остальном, при условии, что вы готовы будете слушаться и делать то, о чём мы с вами говорим. Итак, сегодняшнее занятие, мы коснёмся темы долгов. Долги. Долги или долги. 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 У нас сегодня был день русских ударений. Торты или торты, мосты или мосты, зонты или зонты. Ну вот как-то так. Сейчас у нас будут долги. Что такое долг? Долг — это определённая сумма денег, которую один человек обязан выплатить другому человеку. В принципе, мы с вами все это прекрасно знаем. Долг включает в себя деньги, которые вы заимствуете, например, на кредитной карточке. И сейчас система банковская во многих банках построена таким образом, что если вы хотите открыть простую карточку, вам почему-то автоматом сразу же предлагают кредитную карточку. Я помню, что когда я пришёл в банк, мне нужен счёт, мне он нужен был совершенно на короткое время, просто там, знаете, деньги на ребёнка получать. И мне говорят, вот, вы обязаны оформить кредитную карточку. Я говорю, я не хочу, я отказываюсь. Они говорят, нет такой опции. Вы не можете отказаться, вы должны оформить. Я и так, и сяк, и я просто, я категорически не хочу оформлять кредитную карточку. Безумные проценты и всё остальное. Я точно знаю, что я не буду никогда ей пользоваться, и всё. Но вот мне и навязывают её. Я говорю, давайте я напишу любое заявление, куда нужно написать, хоть на вашего директора банка, не хочу её. Говорит, нет. И я понимаю, что мне нужно всё же оформить. Я говорю, ладно, давайте. И мы начинаем оформлять этот договор с ними. И договор, вот я его читаю, и я просто всё внутри меня противится, то, как он построен. Опишите имущество там, которое у вас есть. Кто может стать вашим поручителем? Я говорю, в смысле? Никто не хочет заменять, ну, никто не будет стать... Ну, они такие тоже. Как это? Ну что? Ваших родителей есть квартира? Я говорю, ну, есть, и что теперь? Они должны... Я должен указывать их адрес, и в случае, если я вам не уплачу, вы заберёте у них квартиру. Ну, то есть я понимаю, что вдруг из личного дела, которое есть у меня, вот эта бумажка превращает всё это событие в совершенно другого уровня события. Вы понимаете, как это устроено? И я помню, что они мне дали эту карточку, я чуть ли не про них её порезал или что-то так, ну, я её даже не активировал, там, потому что её просто надо получить, ещё активировать. И вот, знаете, такое ощущение, что ты держишь что-то такое нечисто ядовитое, потому что я понимаю, что выглядит всё очень хорошо. Но, извините меня, брать деньги под 32%, ну, как бы это вообще безумие, просто безумие. Ты берёшь не просто там под 2%, когда можно было под 30%. То есть немножко расслабился, и у тебя получается там 100 гривен твоих превратятся там в совершенно другую страшную сумму, если ты забудешь ещё, не дай бог, об этом. Вообще, они тебе напомнят специально через 5 лет, и ты прозреешь, сколько там может накапать. Итак, чтобы вы понимали, любой кредит — это долг. Это долг. Ты должен кому-то денег. И то же самое, когда ты берёшь у кого-то из своей семьи, у друзей, если ты решил купить телефон, термос, какую-нибудь кофеварку, квартиру, всё это можно объединить прекрасным словом «долг». Не думайте, что это, знаете, заём, или там всё легко, или всё так просто. Сейчас вы пройдёте про городу, и вы увидите, что полно объявлений. Кредиты за 5 минут, без справки о доходах и так далее. Послушайте, никто никогда просто так денег вам не даст. И вы понимаете, что люди не хотят рисковать на голом месте своими деньгами. Они всегда должны знать, что эти деньги вернутся, и должен быть какой-то механизм. И, скорее всего, если это какие-то, ну, скажем, организации или люди, которые предлагают вот так легко и просто, только берут ваш адрес и просто делают ксерокс вашего паспорта, послушайте, к вам не придёт из каких-то государственных служб. К вам придут просто крепкие парни, которые будут возвращать этот долг, если вы будете упорством не отдавать его. Итак, как Бог относится к долгам? Это очень важно знать. Прежде всего, нужно понимать, что Библия не говорит, что долги являются грехом, но она их не поощряет. Римлянам 13 глава 8 стих говорит следующее. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Не будьте должны. И есть причина, почему Господь так относится к долгам. Мы находим эту причину в книге «Притчей» 22, 7 стих. Притчи 22, 7. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Богатый господствует над бедным, и должник, тот, кто должен, становится рабом тому, у кого он одалживает. И вы знаете, я верю, что Господь хочет, чтобы Его народ не был рабом кому-либо другому, кроме Него. Я верю, что один у нас Господин, которому мы должны служить, это наш Бог Ишо. И мы Ему должны отдавать большую часть своего времени сил и ресурсов, а не на покрытие каких-то непонятных вещей. И когда мы посмотрим на период Синайского договора или того времени, когда Израиль жил от пустыни после выхода с Египта и до Нового Завета, мы можем увидеть такую вещь о том, что свобода от долгов считалась наградой за послушание. Давайте посмотрим Второзаконие, 28 главу, 1, 2 и 12 стихи. Второзаконие, 28, 1, 2, 12. «Если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». То есть, иными словами, при правильном хождении перед Господом, народ Божий, исполняя Его заповеди, никогда не должен был находиться в состоянии тех, кто берет в долг. Услышьте, в этом выражается Божье сердце, Божье намерение относительно своего народа. Соответственно, мы понимаем, что быть в долгах является одним из проклятий за непослушание заповеди Божьей. Это та же 28 глава, 15, 43 и 44 стихи. Вы можете посмотреть прямо сейчас. «Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. И дальше пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать Ему взаймы». Видите разницу? Бог предлагает еврейскому народу две, можно так скажем, системы поведения, две структуры того, как может выглядеть их жизнь. Либо ты являешься тем, кто сверху дает в долг, кто является господином, либо ты становишься рабом совершенно чужого человека, который приходит со стороны и на твоей земле. Пришелец, то есть это человек, который пришел в твою землю, он навязывает тебе свои условия, и ты не являешься в состоянии благословения, ты становишься в состоянии проклятия. Итак, долг не поощряется, не поощряется. Библия, ну вот всей своей сутью показывает, что человек верующий не должен находиться в долгах. Неважно, как они называются. Кредит, залог, одолжил, взял до понедельника, до следующей недели, до зарплаты, когда станет мне легче и так далее и тому подобное. Само понятие долга рассчитано на будущее. Это очень важно понимать. Долг, он имеет определенную надежду на будущее, но никто из нас не знает, каким будет это будущее. Мы рассчитываем, что когда-то мы будем сильными, что когда-то мы сможем заработать, мы отдадим, мы все покроем, мы сделаем то или что-то подобное. И вы знаете, что Библия никогда не поощряет подобной самонадеянности. Послание к Якову, 4 глава, 13-16 стих говорит следующее. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Здесь как раз и описывается состояние человека торгующего, человека, который желает быстро разбогатеть. И вы, возможно, встречали таких людей, которые говорили, ничего страшного, мы сейчас наберем долгов, но зато мы возьмем кредит, откроем бизнес, и этот бизнес пойдет, и все будет так хорошо, и потом мы заработаем, мы сразу отдадим. Буквально два дня нужно, чтобы поднять столько денег. Смотри, достает калькулятор, считает, и такой он молодец. Опыта нет у бизнеса, но молодец. И все такое, знаете. И ведь же Господь, и там куча подтверждений, разных всяких откровений, а потом удивляется, почему оно не работает? Потому что ты сам решил, что так будет работать. Ты сам посчитал, что будущее твое должно выглядеть таким образом. И мы не знаем, мы не можем все предугадать. Ни войну, ни кризис, ни курс доллара. И вы видите, что, например, в реальности сегодняшней жизни курс меняется каждый день просто на одну-две гривны, в ту сторону, в ту сторону. И для нас, простых людей, это не страшно, ну как относительно, потому что мы не оперируем такими миллионами. Но представьте, если все же это умножить, например, на тысячи. Для тебя сегодня плюс-минус будет не просто 10 гривен, это будет плюс-минус 10 тысяч или какая-то более серьезная сумма. Поэтому всегда помните, что долг рассчитан на будущее. Вы не знаете, будут силы, возможность, здоровье или что-то такое. Поэтому, когда берете кредит на 25-30 лет на квартиру, что вы можете знать об этих 30 годах? Подумайте еще раз, а потом сядьте еще раз, подумайте, для того, чтобы брать такой серьезный кредит. Следующее. Мы должны понимать, что существуют определенные факторы, которые ведут к долгам. Что приводит нас к долгам? Прежде всего и в большинстве своем это недостаток знаний. Факторы, которые приводят к долгам. Недостаток знаний. Многие люди просто не знают, как распоряжаться деньгами по Божьим принципам, а также не знают элементарных финансовых принципов. берут кредит, не вникая в условия кредита, не размышляя, просто наобум, на авось, на какое-то такое повезет, а вот так делали мои соседи, им хорошо. Ну почему я не могу сделать? Я же человек свободный и взрослый. Все говорят, да-да, свободный и взрослый, бери, пожалуйста, этот кредит. Ты берешь как взрослый и свободный и потом удивляешься, как это так, что я не могу его отдать. Недостаток знаний. Следующий, недостаток планирования и дисциплины. Очень и очень многие люди тратят деньги импульсивно, поскольку у них нет составленного плана или бюджета, который обеспечивал бы баланс расходов и доходов. Большинство людей имеют только на словах какой-то план. Как это выглядит? Вот я получаю зарплату, предположим, это 5000 гривен. Что мне надо? Так, мне надо квартиру заплатить, я быстренько там где-то заплатил, не заплатил, а теперь что? Теперь я пройдусь через магазин. И ты заходишь, и ты же чувствуешься серьезным, богатым человеком. И ты начинаешь, в конце концов, я работаю, могу я себе купить вот палку этой колбасы, вот этого мяса, вот этих конфет, надо же себя баловать, иначе жизнь становится серой и некрасивой. И ты приносишь, и у тебя дома праздник, первых две недели после зарплаты, а потом у тебя начинаются долги. Потому что на самом деле ты забыл, что нужно оплатить телефон, нужно оплатить коммунальные расходы, нужно еще на дорогу себе оставить, еще на работе я кушаю. Ну как же ж, надо же ж соответствовать, все кушают в столовой, и я буду в столовой кушать, хоть это и дорого, и может и невыгодно, но тем не менее, не буду же я с тормозками носиться, как какой-то непонятно бедный человек. Буду либо голодать, либо это самое, ну и тоже, я приду в магазин, ну что я, куплю хлеба с маслом, и буду хлеб с маслом кушать, куплю лучше шоколадку, красивше, ну может не так полезно, но зато вот шоколадка, люблю сладкое. Вы понимаете, это все импульсы. Большинство людей именно так живут. Просто я вижу, я хочу, я трачу, и так начинаются долги. Легко, непринужденно, так как у всех. То же самое относительно отдыха, когда припекает лето, и ты думаешь, что-то я давно на море не ездил, и как поехал, потом целый год работаешь, чтобы как-то это вернуть. Для одесситов это, конечно, ну легче, но тем не менее, во многих других регионах, вы знаете, что на нас смотрят и думают, что мы целое лето именно на море купаемся, загораем, счастливые люди, и хакуна матата у нас во всем. Мы знаем реальность, в том, что средний одессит на море ходит один раз в год, и то обычно, когда нет туристов, потому что не любит людей, когда много. Итак, недостаток планирования и дисциплины. И следующая причина, это то, что мы уже говорили, потакание своим слабостям. Просто хочу, и мое хочу, оно такое хочу, что всем хочу, хочу. И существует еще одна причина, это обстоятельства. И здесь, как говорится, пришлось. Иногда люди оказываются в долгах просто из-за форс-мажора. Это может быть болезнь, это может быть потеря работы вдруг, это может быть авария, например, ты ехал, что-то произошло, может быть что-то произошло с вашими родными, которых вы не можете игнорировать, скажем так, но которые очень близко с вами, и что-то действительно серьезное. Я не говорю о том, что вашим родным что-то захотелось. И хочу, знаете, такое сильное, что вы остались в долгах теперь. Это не Божий подход. И хочу должно, скажем так, они сами должны жить со своим хочу, а вы должны со своим. Только ваше должно быть под Божьим контролем, а ихнее уже как получится. Итак, обстоятельства. Кто же ответственен в отношении выплаты долга? Я верю, что Божий народ должен выплачивать свои долги как можно быстрее. Если так случилось, что у вас получился долг, вы должны постараться постараться восполнить его как можно быстрее. В книге притчей написано Притчи 3, 27-28 «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Иными словами, здесь говорится о даянии, но также мы можем использовать это место таким образом. Если ты должен, не говори своему, скажем так, кредитору о том, что нет у меня сегодня, приди, вернись, завтра, послезавтра, третьего дня. Делай это сразу. Возвращайте долги как можно быстрее. «Помните о благословениях и о проклятиях». Благословение — давать долг и проклятие — не давать. Вы знаете, я в своей жизни пользуюсь таким принципом, который уже проверен, и я считаю, что это очень хороший принцип. Никогда не одалживайте другим людям столько денег, сколько вы не готовы им подарить. Просто всегда это помните. Ну вот это ваш лимит. Вы можете одолжить? Могу. Сколько тебе надо? 100 гривен. И ты вот просто подумай, если он тебе никогда не отдаст, будет ли твое сердце спокойно? Можешь ли ты ему подарить? Ты говоришь, я могу внутри себя. И ты можешь спокойно одолжить ему. Если ты понимаешь, что это последние 100 гривен, если ты понимаешь, что это твоя заначка какая-то такая, и тебе надо, например, в понедельник проплатить что-то, и если ты не проплатишь, ты сам потеряешь. Тем более, если это чужие деньги, которые есть у тебя. Бывает такое. Были такие обстоятельства жизни верующих людей. Я знаю такие печальные истории, когда человек, например, в бизнесе, он приходил и говорил там, брат, помоги мне. У меня большая проблема. Вот есть такие обстоятельства. Мне до понедельника нужно, предположим, 50 тысяч долларов. Ну, это реальная ситуация. Сумма немножко другая, но большая. И тот говорит, у меня нет таких своих денег, но у меня есть другой сделки. Но это не мои деньги, ты знаешь это. Тот говорит, да, да, но не переживай, в понедельник я тебе отдам. И он как бы переодалживает чужие деньги, этот человек. Понимаете, да? Дает ему, помогает, а тот не отдает. Не отдает уже там, предположим, лет 10. И человек попал, просто попал из-за своей вот такой вот глупости, поручился на его честное слово. Он не готов был покрыть, у него не было своих денег это покрывать. И там была достаточно серьезная проблема, особенно говорить о том, что оба эти, все эти люди верующие, и еще и в служении, это очень и очень сложно и тяжело, потому что полностью отношения разорваны на сегодняшний момент, долг до сих пор не отдан, не отдан, нет ни покаяния, никакого смирения в этом. То есть просто вот человек использовал брата, просто кинул его в прямом смысле и сделал вид, что так и нужно. И он как бы говорит, я отдам тебе. Но он понимает один простой принцип. Если бы он был должен какому-то бандиту, то тот бы ему голову оторвал. А этот ничего не может сделать, потому что брат верующий, потому что сердце доброе. Вот и поэтому потерпит. Когда у меня будут лишние деньги, тогда я отдам. Это грех. Я считаю, что такой человек, он реально грешит и находится под проклятием. Под проклятием. Я думаю, что будет и Божий суд, и я верю, что суд будет справедливый. Итак, если у вас есть долг, вашей целью как можно быстрее должно быть желание расплатиться, неважно в сумме. Мы будем учиться о том, как расплатиться, как выходить из долгов. В частности, что необходимо делать, как выходить из долгов. Прежде всего, друзья, помните историю о вдове, которая могла потерять всех своих детей из-за того, что у нее был долг взаимодавцу, и она, что сделала, попросила помощи у Елисея. Это 4 книга царств, 4 глава с 1 по 7 стих. И Елисей, он не дал ей денег, он не вернул ее долг. Но Елисей сказал ей занять пустые сосуды у соседей. Помните? И она начала разливать в эти сосуды масло, и Господь умножил. То есть, иными словами, у нее было очень-очень мало, но место имело чудо умножения. Мы читаем о том, что вдова набрала масло столько, сколько могла, продала, и долг был восполнен. Долг был, ну, вернули этот долг, и все вышло на свои пути. Смотрите, многие верующие, глядя на то, что происходит в их жизни, они не всегда доверяют силе усердной молитвы, силе, или, скажем так, не всегда дают место Божьему чуду в восполнении долга. Мы смотрим на реальность, мы смотрим на свою работу, на обстоятельства, на экономический кризис, но мы забываем о том, что все же Господь есть над всем, Бог хозяин. И если Ему принадлежит все, вы подумайте, что в Его характере, в Его намерениях есть интерес в том, чтобы вы не были должны, чтобы вы были хорошим управителем. Я верю, что Бог заинтересован в том, чтобы привести нас в сферу хорошего, благословенного состояния, когда человек никому ничего не должен и правильно распоряжается его финансами. Поэтому никогда не недооценивайте силу молитвы, начинайте об этом молиться. То есть первое, что нужно. Во-первых, нужно определиться с тем, кому вы должны, сколько вы должны, и когда это нужно отдать. Неплохо бы это записать на свою тетрадку в таких вот, может быть, колонках, чтобы понимать, что вот этот долг у меня вот тогда-то, этот тогда-то, этот тогда-то. То, что касается кредита, это тоже очень интересный момент, потому что, предположим, вы взяли кредит уже какое-то время назад, вы не размышляли, не думали, но сейчас вы начали размышлять. Как же не тащить этот кредит? Возможно, будет правильным хорошенько сесть и разобраться в этом кредите. Что это за кредит? Под какие условия вы брали? Существует ли возможность быстрой выплаты, например? Можете ли вы каким-то образом договариваться, чтобы ваш процент выплачивался, например, ну, скажем так, тело оставалось тем, которое положено кредитом, но, может быть, вы сможете быстрее процент выплачивать? Позволяет ли ваш договор? То есть исследуйте, скажем так, структуру вашего долга, что тянет из вас эти деньги, когда вы должны это отдавать людям, и начните молиться о том, чтобы Бог давал мудрости и понимания. Следующее. Постарайтесь больше не одалживать. Вот хорошо. Вы поняли, что есть долг, да? Ну, или, скажем, этих долгов 5 или 6 или 7, неважно. Основная идея теперь постараться не брать еще, не добавлять для начала. То есть нужно минус остановить, а потом уже потихонечку как-то из него выходить. И составьте перечень, как мы с вами говорили. Следующее, что необходимо сделать, это составить план расходов или бюджет. Вам будет очень и очень сложно выходить из долгов, если у вас нет бюджета, потому что вы не знаете, знаете что? Вы не знаете, какой у вас плюс. Это очень важно знать. Если вы не знаете плюс, вы не можете точно просчитать, как правильно расходовать минус. Понятно или нужно объяснить это? Нужно объяснить, да? Очень часто люди не совсем понимают, сколько есть у них денег. У кого-то мало. Не у кого-то мало, а у кого-то много. Доходы бывают разные. Смотрите. Предположим, вы государственный служащий и у вас есть какая-то зарплата. Или вы пенсионер и у вас есть, скажем так, пенсия. Скажем, вы служащий, зарплата будет проще. Вы знаете, что вы зарабатываете 5000 гривен. Это ваш плюс. Но вы забываете, например, о некоторых вещах. О том, что у вас существует мама, которая живет в деревне и периодически раз в три недели она присылает вам сумку с продуктами. Это плюс или не плюс? Плюс, правда? Еще периодически вас благословляют за то, что вы сидите там с кем-то, с детьми, например, или вы где-то убираете, или еще у вас есть какой-то заработок. Это плюс? Плюс. Еще какие-то моменты. То есть на самом деле нужно сесть и оформить это в цифре для себя, потому что ваш долг, он тоже оформлен в цифре. Чтобы понимать, сколько денег в месяц вы можете отдавать, а сколько вам необходимо обязательно иметь, чтобы покрывать все свои нужды и не набирать еще долгов. И бывает такое, что человек, например, не имеет фиксированной зарплаты. Зарплата меняется. Например, человек работает на себя. Он сантехник. В этот месяц так, в другой так. Как же поступить ему? Если ты не ведешь бюджет, тебе будет сложно понять, как тебе поступить, потому что бюджет, он фиксирует твой заработок. И хорошо, если ты сможешь его фиксировать, например, хотя бы за полгода. Хотя бы за последних полгода. И можно вытянуть среднее арифметическое, сколько ты зарабатываешь, плюс-минус. Либо пользоваться суммой наименее удачного месяца. То есть предположим, что с первого по шестой месяц ты зарабатывал все месяцы, где пять с половиной, где шесть, но был месяц, когда было три. Стройте бюджет на уровне трех. Почему? Предположим, так пошло, что всегда плохо. Будет хорошо, мы всегда найдем, куда это деть. Но мы строим с минимальной суммой. Уловили суть? Да? Также есть доходы, которые, допустим, если мы говорим о семье, доход вашего супруга или супруги, деньги, которые приходят на детей, деньги, которые где-то там субсидия какая-то. Это все ваш плюс. Вы должны знать это. Сколько есть денег вашей семье в течение месяца? Это базовое понятие. Мы более подробно будем это рассматривать, когда будем разбирать бюджет. Итак, для того, чтобы выходить из долгов, обязательно, я верю, что нужно постараться сделать бюджет и план расходов, как выходить из этих долгов. Также составьте план погашения каждого долга. Мы говорили о том, что для начала описываются долги, но каждый долг имеет свой срок. возможно, нужно закрыть сначала самые маленькие суммы. То, что просто ерунда какая-то, постарайтесь и закрыть. По крайней мере, глядя на ваш список, вы будете видеть вычеркнутые категории и говорить, вот действительно, я вижу, что Господь в этом участвует, помогает и стало намного легче. Вы знаете, когда у человека есть такой план, очень хорошо и есть множество тому свидетельств людей, которые брали этот план и приходили к своим должникам и братьям или сестрам или даже, возможно, к каким-то организациям, где они были и говорили, послушайте, мой доход вот такой-то и такой-то, у меня есть еще вот такие долги, я верующий человек, я хотел бы, чтобы у меня не было долгов, я верю, что Бог мне поможет, я молюсь и со мной молятся мои братья и сестры, они участвуют со мной в жизни, я могу отдавать тебе каждый месяц вот столько, не сердись на меня, я буду верно тебе отдавать, понимаете, да? Есть много свидетельств того, что люди, слыша и видя такое намерение, они очень сильно располагались к человеку, очень сильно, вот, ну, посудите сами, предположим, что вы кому-то одолжили, да, и человек не прячется от вас, не избегает смотреть вам в глаза, не перестал ходить в вашу церковь, не перешел в другую, только из-за того, что ему нечего отдать этих 100 гривен, неоткуда отдать этих 100 гривен, что вы начинаете думать? Что он человек злой, да? Что он человек, который поиспользовал вас и как-то там, ну, вот имеет с вас эти финансы, но если он придет к вам и реально расскажет о том, что я стараюсь, вот я могу тебе вот так отдавать, ты прости меня, но я пытаюсь, я думаю, что ваше сердце будет милостиво, правда? И, может быть, вы не сможете ему простить этот долг, сказать, ну, как бы, да ладно, расслабься, раз ты такой хороший, можешь не отдавать его, ну, может быть, просто у вас нет такой возможности, да, вам все же вы рассчитываете на эти финансы, но сердце будет другим, однозначно, сердце будет другим, и есть свидетельства, когда даже неверующие люди, видя такой подход, они были расположены и меняли свое отношение, возможно, меняли процент какой-то, меняли условия этого долга, когда они, например, снимали давление времени и говорили, послушай, я понимаю, это тяжело, давай ты будешь все же отдавать каждый месяц, и все изменится. Интересно, что в той ситуации, когда я вот говорил об этом долге, когда два человека вот по бизнесу были должны, один должен был другому, этот другой, он так и предлагал, говорил, давай я открою счет, и ты будешь класть на него по 100 долларов в месяц, ты не заметишь их в твоем обороте, но за время ты отдашь, и вы знаете, за эти 10 лет, которые он ему должен, он бы уже отдал ему эти 50 тысяч, но тот не захотел, при этом он жил достаточно на таком, и живет, достаточно в высоком уровне финансовом, то есть он бы не заметил эти 100 долларов, но он не захотел, его сердце не было открыто, хотя человек, который фактически теряет эти деньги, его сердце было открыто, он готов был с ним молиться, он готов был с ним разделять этот путь, разделять это бремя, то есть он понимал, что на самом деле того там подставили, и он не может отдать, но вот эта гордыня человеческая, она не дает возможности как братьям поступить, хотя сделали все доброе для того, чтобы человеку было хорошо. и так, начните, начните отдавать, составьте план того, как нужно отдать, и если денег не хватает, молитесь о том, чтобы Господь показал вам дополнительных заработок, бывают такие моменты, когда нужно пойти на две работы, и иногда на три, и ты можешь сказать, ну когда, мне же жить, мне же отдыхать и все остальное, я все это понимаю, но хорошо стремиться к тому, чтобы долгов не было, это такое особое время, возможно нужно поднажать, не расслабляться, я верю, что Бог почитает людей честных, я верю, что Бог почитает людей, которые всеми силами стараются выходить на ноль и приносить ему прибыль, приносить плюс то, что они делают, поэтому ищите лучше еще одну работу, но не берите еще один долг и старайтесь все выровнять. В каких случаях долг допустим? Когда мы можем все же иметь долг? Вы знаете, описание ничего не говорит нам о тех случаях, когда долг может быть допустим, но тем не менее я думаю, что можно брать деньги в кредит при определенных условиях, при определенных условиях. Есть кредиты для развития бизнеса и кредит кредиту рознь, когда, например, ты заставляешь, ну, ставишь в залог все свое имущество или ключевые какие-то вопросы, например, квартиру, то, без чего ты не можешь жить и так далее, ты очень сильно рискуешь, но ты можешь брать кредиты меньшими суммами, суммами, которые, потеря которых, скажем так, не будет для тебя сокрушительным ударом. Понимаете, и я помню, однажды общался с одним бизнесменом, он говорил так, говорит, я не согласен с тобой, я считаю, что кредиты нужно брать, кредит это очень хорошая вещь и благодаря кредитам я вот именно поднялся и этот подъем такой был у меня серьезный, быстрый и так далее. Ну, фактически, знаете, он быстро одалживал и быстро отдавал, вот такие фортеля он прокручивал и действительно у него был плюс. Интересно, что так случилось в его жизни, что он достаточно в молодом возрасте умер. Ну, так случилось, такие, скажем, форс-мажорные обстоятельства. Когда его супруга начала разбираться в его делах, которые он ей оставил, она поняла, что ей надо либо бежать куда-то, либо просто нужна какая-то милость Божья, потому что после себя и такого подхода к своей жизни он оставил огромную сумму долга, огромную сумму долга. То есть он не вел бюджет, он просто вот так, знаете, как бы хинь-хинь-хинь, крутил туда-сюда, пятое-десятое, здесь там, то там, то там, то там, одалживал деньги совершенно не у тех людей, у которых вообще можно одалживать деньги, которые пришли к ней, простой девушке, и сказали, отдавай, твой муж брал. И все. И просто по милости Божьей она как-то разрулила с ними, просто по милости и заступничестве Божьим. Но изначально дело было поставлено неправильно. Долг есть долг. Можно взять на развитие, но надо понимать, чем ты ручаешься и что с этого будет. Долг есть долг. Продолжение следует...